И всем привет, ребят, с вами Страбах, и я сюда записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, а именно обсуждению топ-5 лучших устройств нового ивента, какие устройства стоит брать в нашем новеньком ивентике, и на какие устройства стоит делать акцентик. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3-млевых сталфт на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка в аккаунте, если у вас личный такток ТМП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форум, которая есть в описании. Что же касаемо нашего замечательного нового ивента, то я его уже практически полностью прошел, мне вот буквально чуть-чуть остается, чтобы залутать 50 очков новых, да, и чтобы забрать уже все устройства, которые я хочу, ну и сегодня решил, что стоит все-таки уже рассказать, какие устройства в рамках этого ивента являются более приоритетными, если у вас этих устройств как раз-таки нету. Все устройства у нас продаются по 10 единиц, да, есть тут устройства, на которых даже не показываются картинки, но, в принципе, по названию, я думаю, что и так сможете определить, что есть, на что и как, чему все идет. В первую очередь хочется выделить устройство на Гаусс, это гиперскоростные снаряды, это то устройство, которое я бы лично, вот, 100% сам бы взял бы, потому что, в моем понимании, это устройство, ну, из всех предложенных, ну, наверное, одно из самых имбовых, одно из самых имбовых, интересных устройств, плюс этого устройства у большого детства игроков нету, поэтому гиперскоростные снаряды для Гаусса я бы точно взял бы, да. Будь у меня возможность забрать, я бы точно его забрал с этого замечательного ивентика. Это было бы первое мое приоритетное устройство с этого замечательного ивента. Дальше, если смотреть устройства, которые у вас могут не быть, да, по интересности, гиперскоростные снаряды на рельсу, тоже очень-очень сильное, очень крутое устройство. Что касаемо устройств на Скорпиона, то на сегодняшний момент времени, наверное, пушка не находится в суперхорошем балансе, да, но если так чисто брать на вскидку, то Копье тоже очень сильное устройство на Скорпиона, но его бы я в этот топ не брал, его бы я в этот топ не брал бы. Так, гром, на гром, наверное, ничего здесь не брал бы. Страйкер, вакуумные боеголовки, 100%, это то устройство, которое в моем понимании является одной из самых имбовых устройств на сегодняшний момент времени в нашей игре. Этому устройству я бы тоже дал бы приоритетность, дал бы интерес, дал бы контентик. Ну и... С мака на дальность? С мака на дальность тоже выглядит, если честно, интересно. С мака на дальность выглядит интересно. Что касаемо ее баланса, я не помню, насколько она жесткая, но интересик этого устройства лично у меня был бы, точно. То есть вот если бы я смотрел бы ивент, то у меня лично бы интересик получить бы это устройство явно было бы. То есть если бы была бы сейчас возможность получить эти очки за, например, там, чисто за донат, да, то я бы, может быть, даже бы потратился бы и забрал бы как минимум два устройства, да, гиперскоростные снаряды на смаку и забрал бы гиперскоростные снаряды на гаусса. То есть в моем понимании это устройство тоже смотрится очень и очень неплохо. Ну а что касаемо всех остальных устройств, то... Ну, наверное, они не являются столь приоритетными, с моей точки зрения. Ни одно устройство больше. Ни шреддер, ни крупный калибр. Ну, тандем занерфили, да, фауст. Гидра. Ну, гидра тоже суперсильная. Но если мы берем вакуумные боеголовки, то зачем нам брать еще гидру? Наверное, тоже не суперактуальная вещь. Ну, наверное, я бы взял бы тогда еще грома на вакуумные снаряды. Вакуумку все-таки особо никуда не добавляют. Это у нас устройство, которое было, получается, в танкофонде. Одном из самых первых, если не в самом первом. И особо это устройство никуда никто не добавляет. Да, поэтому вакуумные снаряды, наверное, в топ-5 устройств я бы тоже засунул. Да. Вот такой вот топ-5 у меня получился. Это гиперскоростные снаряды на гаусс. Это гиперскоростные снаряды на рельсу. Это копье. А, даже у меня 6 получилось устройств, да? Копье. Вакуумные боеголовки. Вакуумные снаряды. И получается смока на дальность. Даже 6 у меня получилось устройств. Но, если брать пластовое, которое устройство назвало, это вакуумные снаряды. Ну, здесь уже можно сделать выбор. Либо копье, либо вакуумные снаряды. Вот одному из этих устройств выдать свой приоритет. Даже я бы сказал, наверное, лучше взять вакуумку, а не копье. Копье. Ну, и, в принципе, Скорпион на сегодняшний момент времени не является столь жесткой пушкой. В моем понимании. Возможно, у вас баланс какой-то другой. Напишите свой топ-5 устройств из предложенных. Как вы видите для себя эти устройства? Какими устройствами вы бы хотели пополниться? Да? И какие устройства для вас являются приоритетными и топовыми из вот этого всего списка? Напишите, будет интересно прочитать. Посмотреть, совпадает ли мое мнение с ваше мнение. Ну, и подписывайтесь на канал. Поддержьте данный видеоролик лайком. Участвуйте в розыгрыше. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.